Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы начинаем изучение четвертой книги, пятикнижия Моисея, книги чисел. В еврейской традиции эта книга называется «Бемидбар», то есть «в пустыне». Название дается по одному значимому слову в начале этой книги. «И сказал Господь Моисею в пустыне». Вот это слово «Бемидбар» именно означает «в пустыне». То есть, читающий эту книгу, он как бы оказывается в этой атмосфере существования в пустыне, которая продлилась где-то 37-38 лет. Ну, мы знаем, что 40 лет они были в пустыне, но вот описание в книге чисел, это вот как раз 37-38 лет описывается. Здесь описывается время испытания, когда Бог научает и карает своих сынов, когда действительно из семейства Якова они превращаются в народ израильский. Эта книга содержит многие законы, которые мы с вами уже изучали, поэтому в этом случае мы будем опускать комментарии этих законов, скользь упоминая их. Она больше похожа на книгу «Исход» по разнообразию законов, которые здесь рассматриваются и предлагаются. По греческому наименованию в тексте «Септуагенти» она называется «Книга чисел», хотя числа библейские, они не всегда совпадают. Даже когда описывается одно и то же событие, иногда даются разные числа. Это связано с тем, что числа имеют чаще символическое значение, чем фактическое, и они выполняют роль некой гематрии, в том смысле, что каждое слово имеет числовое значение. Когда меняются числа, меняются слова. Итак, мы читаем с первого стиха и ниже. В первой главе рассказывается о переписи израильтян, годных для войны, от 20 лет и старше. И сказал Господь Моисею в пустыне, вот здесь как раз это слово «бамидбар» Синайской, в скине и собрания, в первый день второго месяца, во второй год, по выходе их из земли египетской, говоря, исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен, всех мужского пола поголовно от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, по ополчениям их, исчислите их, ты и Арон. С вами должен быть из каждого колена по одному человеку, который вроде своем есть главный. То есть Бог дает повеление исчислить всех способных к войне. И далее идет просто перечисление старейшин, каждого из колен, указывается число каждого из колен, годных к войне, причем эти числа, они могут иметь и сугубо символическое значение. Не фактическое, а символическое. Мы пропускаем перечень имен и 44 стих. Вот вышедшие в исчисления, которых исчислил Моисей и Арон, и начальники Израиля, 12 человек по одному человеку из каждого племени, и было всех вошедших в исчисление сынов Израилевых, по семейству их, от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, и было всех вошедших в исчисление 603 тысячи 550. Мы видим, что исчисление состоялось. Здесь может возникнуть вопрос, а почему в некоторых случаях, когда израильтяне сами делали исчисление, Бог их за это наказывал, об этом говорится в Библии. А в некоторых случаях Бог сам давал повеление сделать исчисление. Это научает нас тому, что одно и то же действие, но оно в одном случае может иметь Божье благословение, а в другом случае даже не спрашивали Божьего благословения. И мотивация могла быть не исполнить волю Бога, а вот выяснить, хватит ли наших человеческих сил. Здесь как бы отсутствовало упование на Бога, ибо Бог побеждает немногими. Это известно. Далее говорится о том, как левиты не внесены в перепись и о некоторых обязанностях левитов, а левиты по поколениям отцов их не были исчислены между ними. И сказал Господь Моисею, говоря только колено левина, не вноси в перепись и не исчисляй их вместе с сынами Израиля. Но, надо сказать, это правило действует во многих светских законодательных системах, священслужителей на войну не берут. Их если и берут, то в качестве капелланов. «Но поручи левитам скинию откровение и все принадлежности ее, и все, что при ней. Пусть они носят скинию и все принадлежности ее и служат при ней. И около скини пусть ставят стан свой, и когда надобно перенести скинию, пусть поднимают ее левиты, и когда надобно остановиться скинию, пусть ставят ее левиты, а если приступит кто посторонний, при этом будет смерти. Сыны Израилевы должны становиться каждый в стане своем, каждый при своем знамении по ополчениям своим, а левиты должны ставить стан около скиния откровения, чтобы не было гнева на общество сынов Израилевых и будут левиты стоять на страже у скиния откровения. И сделали сына Израилевы, как повелел Господь Моисею, так и сделали. То есть левиты, они создавали такое ограждение вокруг скиния откровения, чтобы в суматохе кто-то не подошел бы в непозволительной близости к скинии завета. Это их служение, служить Господу. Во время Второй Чеченской войны по благословению в священном начале я пять раз ездил в Чеченскую республику и там окормлял военнослужащих. Но миссия заключалась также в том, чтобы раздавать гуманитарную помощь, особенно детские вещи, местным жителям. И я видел, как действительно священник является необходимым элементом для военнослужащих, чтобы как-то успокаивать их сердца, давать им разъяснение, что можно, что нельзя делать на войне по библейским законам ведения войны. Итак, сегодня мы рассмотрели первую главу книги «Чисел». Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет» и вы будете получать сообщения о новых беседах.